пришло время менять летнюю резину на зимнюю для этого необходимо сначала ослабить 4 гайки ослабить но не открутить потом при помощи домкрата штатный хондовский домкрат honda civic прокладку подкладываю под кузов чтобы металл об металл не испортить кузов это мое как бы можно делать можно не делать каждый мешает сам я подкладываю дольше прослужит . да перед тем как я домкрат поджал то есть он уже стоит немножко подпёрто но не поднято теперь мне нужно открутить гайки гайки и футерки как их называют на ходе civic на 19 машина побольше на 21 и выше положим какой-нибудь toyota camry там уже гайки на 21 миллиметр эти на 19 видно ослабляем закручена достаточно прилично то есть я всем телом меняю колеса дома потому что у меня есть запасные диски если эти диски как говорят литые то у меня зимние колеса на штампованных все отпустил даже могу два две гайки противоположные вообще снять а можно и 3 3 гайки снял не забываем что перед тем как машину задирать выше нужно под другие колеса положить откатники сейчас покажу такие вот самодельные откатники только конечно не под это колесо я его сейчас сниму а под другое под передние или с той стороны но я решил под передние положить откатники ставить для того чтобы машина не поехала ни зад ни вперед и не упала с домкрата поднимаем поднимаем до тех пор пока не оторвется колесо колесо оторвалось вот ну надо поднять чуть выше потому что зимние колеса у меня сами по себе выше примерно сантиметров пять над землей колесо поднято откручиваем последнюю футерку и гайку все действия я провожу в гараже потому что на улице уже прохладно сегодня утром минус 4 вот так вот сдергиваем колесо третье ну естественно его перед тем как положить на хранение я его помою еще положил сторонку руки грязнучие ну наверно сначала пойду помою руки взял я с хранения свои зимние колеса тут они и липучка и шипы вот но обязательно нужно ставить колесо чтобы ориентироваться на направлении движения вот видите вот типа стрелка вот стрелка вот стрелка вот стрелки и вот тут написано rotation скорее всего направление движения потому что тоже стрелка сюда других стрелок я не вижу вот так что по рисунку колеса бывает любую сторону можно ставить но если хорошая фирма уважающая себя она обязательно напишет направление движения вот направление движения здесь в эту сторону на том колесе естественно он уже переворачивается потому что вставится то есть левое колесо на правую сторону я поставить уже нежелательно ставить перед тем как поставить колесо хранения я естественно вот эти места побрызгал растворителем немножко прошел так вот тряпочкой сейчас показывать не буду вот это место посадочное тоже то есть тут получается пять посадочных мест 1 2 3 4 это под гайки и чтобы отцентровать колесо вот здесь в этом месте вот она вот он этот центровщик и как выступ центровочный она садится вот сюда я тоже все прошел чтобы не было грязи ставим естественно попадаем в колесо чтобы шпильки на которые садится это колесо попали в отверстие посадочные наживляем быстренько футорки вот здесь если видно скорее всего видно имеют конус этот конус нужен для того чтобы колесо центровалось если мы все четыре футорки забыл я сказать и не сделал нужно перед тем как заворачивать футорки колеса вернее шпильки чем-то таким смазывающим побрызгать кто-то будет говорить что они отвернутся нифига они не отвернутся если нормально затянешь на нужный момент все будет держать крепко зато потом отворачиваться будет изумительно для смазки шпилек я использую графитовую смазку графитовая смазка для резьбовых соединений самое то то есть если туда попадет влага она не даст закоксоваться заржаветь и прирасти шпильки за полгода полгода я буду ездить на этих колесах прирасти к футорке еще раз говорю не бойтесь смазывать кто говорит что смазывать не нужно тот нифига не понимает потому что к футорке когда их откручиваешь и потом на этих шпильках летит резьба это гораздо неприятнее чем вот так вот смазать перед установкой гаек которые держат колесо я вот не поленился даже опять откручиваю второй раз только чтобы наложить смазку езжу на автомобилях уже 30 с 83 года 33 года всегда смазываю ни разу никаких проблем из-за того что смазываю не было из-за того что не смазываю проблемы могут возникнуть испортится шпилька не затянется футорка можно даже потерять диск смазав наживив вот от руки можно сказать наживив эти футорки теперь я от руки но через ключ центрую колесо вот видите по смазке она и идет лучше вот так вот так тут уже использую плечо для того чтобы затянуть ну более менее затянуто теперь чтобы окончательно затянуть эти гайки как положено я должен колесо приопустить но не до конца не опускать чтобы она зацепилась силы трения за пол моего гаража опускаем до пол вот оно касание произошло теперь наша задача подтянуть еще сильнее это одновременно и подтяжка и центрация вот видите как опустилась вот затягиваем крест на крест так ну чтобы было понятно сейчас возьмем динамометрический ключ и скажу примерно с какой силой должно быть затянуто колеса вот у меня примерно 100 ньютон я считаю этого достаточно даже больше 120 120 ньютон я думаю этого достаточно потом еще до конца опущу еще можно приложиться будет ну считаю что 120 вполне достаточно ну и так меняем каждое колесо ничего сложного как видите в этом нет меняйте колеса сами самостоятельно экономьте деньги всем пока пока я